ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ С вами Григорий Озаренок, и я пришел с вами поговорить. Когда в старину ни суд, ни бояре, ни другие сословия не могли решить насущную проблему, обиженный, не нашедший правды человек кричал «Слово и дело! Государева!» Мол, только сильный, беспристрастный, могучий правитель может рассудить мою беду. В принципе, в современности мало что поменялось. Этот мир все такой же, несмотря на геополитические, информационные, технологические, экономические перипетии. Мир все такой же. По-прежнему только сильная личность, только воля и выбор, только слово и дело Государева способны защитить миллионы людей от войны, смуты, беды, ужаса и скорби. Там, где взявший ответственность на себя человек убегает, там матери хоронят детей. И громко воют и плачут над гробиками. И уже не нужно ни квартиры, ни машины, ни успеха, ни карьеры. Когда вот она, родная кровиночка, и сейчас ее закопают, и не будет ее больше. Никогда. Вот о лидере и я пришел сегодня с вами поговорить. 10 июля 1994 года, ровно 30 лет назад, Александр Лукашенко победил во втором туре президентских выборов. Победил националиста Зинуна Позняка, либерала-перевертыша из коммунистов Станислава Шушкевича и ставленника номенклатуры Вячеслава Кебича, на которого уже, как на президента Беларуси, смотрели и Москва, и коллективный Запад. Александр Лукашенко пришел из оппозиции. У него не было ничего. У него не было ни копейки денег. Он был такой же советский человек, у которого на сберкнижке во время реформы сгорели все скромные трудовые сбережения. У него не было никаких структур, только горсть верных людей. У него не было силовых структур, они давно и прочно повязались и с властью, и с мафией, и с крупным бизнесом. У него не было ничего. Он был один. Если бы у меня была партия, если бы у меня были миллионы денег, я бы, может быть, выбирал другую тактику и стратегию управления нашим государством. Но у меня, кроме народа, простого человека, пенсионера и студента, рабочего и крестьянина, учителя и врача, простого государственного служащего, больше никого нет. Что его тогда подтолкнуло? Он был главой парламентской комиссии по борьбе с коррупцией. Он знал все преступные схемы. Он знал поименно каждого вором, сдоимца или ходея. Знал точно, сколько он украл, взял откатов и какую именно собственность он за эти откаты купил. И он видел, как живет народ. Как немощная старуха дрожит с купоном в очереди, но когда доходит до прилавка, осталась только банка уксуса. Как матери теряли грудное молоко из-за недоедания. Все это проходило через его сердце. Вам слабо бросить вызов, ну хотя бы своему маленькому коллективу. Преодолеть их амбиции, сговоры и планы. Ну хотя бы трех-пяти человек. А он бросил вызов всей системе. Системе, где все были повязаны не просто общим предательством, разрушением Советского Союза. Не просто общим воровством. Там кровью уже были все повязаны. А он бросил этот вызов. И его выбрал народ. А ведь легко, очень легко было плыть по течению. Залезть в схематозы, кланы. Не мешать начинающим олигархам приватизировать огромные куски собственности. И Запад бы признал любые выборы. Да и Россия тогда в этом русле действовала. Все было бы шито-крыто. В свое время главный приватизатор Чубайс прямо и требовал. Продайте все. Придайте все. И будет у вас все в шоколаде. Белоруссия должна всерьез подумать о собственной стратегии развития государства. Белоруссия должна начать движение в ту сторону, куда движется весь мир, кроме Северной Кореи и Кубы. Отдайте собственность людям. Уберите воздействие государства на экономику. Пересмотрите положение дел в оппозиции. Только батька никогда по течению не плывет. Я лиру посвятил народу своему. Быть может я умру неведомо ему, но я ему служил. И этим я спокоен. Служение. Великая категория в жизни человечества. Только два рода деятельности называют службой. Воинская и монашеская. Служение предполагает полное отрешение от себя. Полное отмежевание своих личных интересов, своего комфорта, своей самости, всего себя. Служение можно быть жестким и даже жестоким. Оно всегда встречает лютое сопротивление. Президенту сопротивлялись страшно. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Его заказывали и не раз. Его пытались свалить. Его полоскали все мировые СМИ. В определенный период он был главным злом для всего так называемого прогрессивного мира. Но таким, как он, Христос сказал, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Но и награда на земле была. Главная для него награда – искренняя любовь своего народа. Не элиты. Того самого глубинного народа. Верность народного сердца. Это особая категория. Ее не понять тем, кто меряет все по примитивным политологическим схемам. Умом – это непонятие. Аршинам, в общем, не измерить. Можно только верить. Власть. Божественная. Сакральная категория. Учитель у Александра Лукашенко один. История. К нему на Совет Безопасности приходят не генералы и управленцы. К нему приходят великие князья, цари и генсеки. Он – любимец истории. Он – баловень истории. История свила в его сердце гнездо. О нем писали купала и колос, будители наши. Его писал Савицкий. В образах великих партизан. Через его сердце проходит и боль ямы, и тростинца, но и торжество победителей красноармейцев, врывавшихся в Берлин, сметая мировую тьму и злобу, которая готовила для человечества смерть. Сакральность власти. Особая тема, не разгаданная высоколобыми политологами. Это то, о чем сказал Александр Лукашенко. Президентами рождаются. И это правда. Это намного шире и глубже, чем банальное представление о разделении властей, демократии и прочих малозначимых в современности вещах. Батька Лукашенко выше этого, как и белорусский народ. Нам не налазит этот детский костюмчик колониальных представлений. Помочь нам может древнее понятие катехон. Удерживающий. Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды. Удерживающий теперь. Тайну беззакония мы видели в 2020 году. Не случайно с образом смерти шла толпа ко Дворцу Независимости. Мы видим ее каждый день в действиях западных политиков. И они уже не скрываются, когда требуют уничтожения православия. Когда перед саммитом Анналена Бербок снимает со стены средневекового замка крест, он мешает тайне беззакония. Александр Лукашенко удерживающий. Своими могучими руками, своей громадной спиной, своей великой статью, он держит над нами небо. Это небо простреливают. Это небо пробивают проклятиями и угрозами. Не только спецслужбисты, политологи или журналисты, но гигантская плеяда колдунов, ведьм, чернокнижников каждый день насылают на него проклятия. Пытаются пробить его защиту, лишить нас удерживающего. И не получается. Но какой ценой? Нет более одинокого человека, чем тот, кто находится на вершине власти, овиваемый ледяными ветрами истории. Это Деголь говорил. И тут не о личном одиночестве речь. Его никто из нас не в состоянии понять. Только потому, что мы находимся в своем быте, в своих страстях, проблемах, в своей вечной гонке за жизнью. А у него другая ответственность. Жизнь каждого из нас. Вот в этот воскресный вечер мать поет колыбельную над ребенком. И она ни о чем не думает, кроме своего драгоценного, самого лучшего, самого прекрасного дитя. Но будет ли он жить? Будет ли у него детство? Исполнятся ли его мечты? Это зависит от Александра Лукашенко. От того, как он проведет переговоры с Путиным, Сидиньпином и Эрдоганом. От того, как он распутает украинский клубок. От того, как пройдут скрытые переговоры с западными гонцами. От его духа, воли, силы, выдержки. Все это зависит. И мать не думает об этом. Только ему одному думать обо всех нас. Сидящие даже в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны, что ты что-то не сделал. А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И не дай бог вам, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. И когда меня недавно спросил журналист из России, что самое трудное, я ему сказал, оправдать доверие людей. Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли. Ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали. 30 лет он президент. И сравните Беларусь с другими странами Советского Союза. Везде прошли войны. Везде население сократилось в разы. Везде рухнула экономика. Везде прошли через социальный ад. Только мы, под крылом удерживающего. И еще раз. Вы не поймете в этом ничего, прочитав курс политологии. Нет тех терминов, тех понятий, того языка, который объяснил бы феномен Александра Лукашенко. А вот если возьмете колоса, можно уловить суть нашего президента. Ты их ведал, жил их долей. Ты гаю их сердца волей. Свет показывал новый, вольный. Правда и стали твои мары. Злы бить знищену пожары. Гневу бурнага людского. Пасветлела у нашей хате. Але працы, яшчэ, братцы, засталося много. Много. Подумайте над этим. А я с вами прощаюсь. Наш разговор не закончен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok